Простыми словами и красивыми кадрами о том, что интересного происходит в нашем большом и стильном городе. Это Бьюти Тайм на 31. Всем здравствуйте. В качестве оператива хочу предложить вам стаканчик воды. А что, очень полезно, особенно летом, особенно в жару, не говоря о том, что вода участвует во многих обменных процессах, способствует похудению и сохранению молодости. Ты же пол компотом или чаем не моешь? Страшного такого ничего не произойдет. Пусть пьет. Один и тот же сигнал идет в головной мозг. Мы их не различаем. Какой бы системы питания не придерживался человек, какой бы диете не склонялся, есть продукт, который рекомендуется всем и всегда. И это продукт вода. Сегодня о воде говорим со специалистом по правильному питанию, нутрициологом Юлией Антоновой. И первый вопрос такой, который волнует всех. Сколько все-таки нужно употреблять воды в сутки? Если нет никаких противопоказаний от лечащего врача, то рекомендуется 30-40 миллилитров на килограмм веса. Мы на 70 процентов примерно состоим из воды. Наш головной мозг на 80 процентов состоит из воды. Если мы хронически не допиваем воду, мы можем чувствовать усталость, сонливость и может болеть голова просто потому, что мы пьем мало воды. Очищение организма такое естественное. Человек, например, плохо ходит в туалет. Как только он начинает норму воды пить, у него проблемы эти очень часто прям решаются без различных каких-то вспомогательных средств. Молодость кожи. Я всегда сравниваю изюминку и виноградинку. Это одна и та же ягодка. В одной влага есть, в другой нет. Как ты хочешь выглядеть? Когда мы говорим про снижение веса, то жир в том числе с водой выходит. То есть нужен жир. Все химические реакции, которые происходят в организме, они происходят в водной среде. А что можно подмешать в воду, чтобы она продолжала оставаться водой? Как мы выяснили, компоты, кофе, супы не проходят. Это жидкости, это не вода. А можно ли воду подмешать для вкуса, например, там лимон, может быть огуречек? Зеленый чай без сахара тоже вот кто-то считает, что это заменитель воды. Так это или нет? Хороший зеленый чай, можно заменить часть воды, но полностью заменить воду не надо. То есть вода нужна в любом случае. Что подмешать можно? Правильно, лимончик, огурчик, можно несколько там ягодок туда бросить просто для вкуса, чтобы... Почему люди не пьют воду? Потому что им не нравится вкус. Многим не нравится. И вот если мы туда что-то такое, мяту положим и вот другой даже запах, и человек с удовольствием пьет воду. Все-таки вода это вода. А человек говорит, а что там, можно ли мне там чаем или компотом заменить? Я говорю, представь, главное свойство воды, она очищает наш организм. Ты же пол компотом или чаем не моешь? Имеет ли значение температура воды? Будет она теплая, холодная, горячая, ледяная? Может быть, это как-то от времени суток зависит? Значит, сильно горячую и прям ледяную, холодную я не рекомендую пить. Это на пищеварение очень сильно влияет. Мало того, что если человек будет пить ледяную воду, запивая при этом что-то очень жирную еду, это может очень нехорошо закончиться. Комнатные температуры, теплую абсолютно можно пить. И даже утром я рекомендую пить теплую воду, один или два стакана, прям именно теплую. И это может решить вопрос с пищеварением. И время суток, когда необходимо прекращать употреблять воду, за сколько может быть часов до сна? Или тоже этот вопрос индивидуальный? Это индивидуально, когда вечером нужно остановиться. То есть, если человек не отекает, то он, в принципе, может пить хоть когда вечером. Большую часть воды рекомендуется выпивать до обеда, ну, свои нормы, и там уже к вечеру допивать. Перед сном, вот прям несколько глоточков воды нужно сделать именно для того, чтобы хорошо работала система кровообращения. Есть ли разница во время еды, после еды, до еды, отдельно от еды? Вообще, есть ли разница, в каком режиме употреблять вот эти необходимое количество миллилитров воды на килограмм веса? Есть такое мнение, что там разбавляется желудочный сок, и плохо все усваивается. Когда пища попадает в желудок, она попадает в желудок. Когда человек пьет воду, она проходит там практически мимо, она не задерживается, ничего не перемешивается. Поэтому, если человек будет пить воду во время еды, страшного такого ничего не произойдет. Пусть пьет. Дело в том, что когда мы хотим кушать, и когда мы хотим пить, у нас один и тот же сигнал идет в головной мозг. Мы их не различаем. И иногда нам кажется, что мы хотим есть, а на самом деле организм говорит, «Дай мне попить». Поэтому есть такая рекомендация, что когда вы захотели есть, выпейте там стакан воды, возможно, отпустит. Потому что действительно, возможно, организм просто хотел именно пить. Очень часто люди начинают практиковать питьевой режим, но потом говорят, ой, это вообще не мое. Вот всем подходит, а мне не подходит там эти полтора, два или сколько литров. И жалуются на дискомфорт, что я хожу, и у меня там внутри все булькает. Вообще, часто ли обращаются люди с такими жалобами на то, что я пью, а мне все хуже, да, как в анекдоте. Это с непривычки. Просто не нужно пить большими глотками, залпом, там много количества воды за раз. Нужно потихонечку приучать себя. То есть если человек до этого пил там пол-литра и сразу начал два литра пить, будет некомфортно. То есть каждые примерно 2-3 дня по стаканчику увеличивать, пока не дойдешь до своей нормы. И тогда будет все хорошо и комфортно. Здравствуйте, сегодня мы в студии живописи Муза. Здравствуйте, меня зовут Полина. Меня зовут Аня, мне 11 лет. Меня зовут Кристина, я увлекаюсь. Боксом. Спортом. ТП-эробиком. Плавать. Скрипкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моё любимое животное – это кролик и лошадь. Можно немножко похулиганить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я люблю... Ходить на свидания. Я этим раньше увлекалась. И мы учимся быть не просто академистами, да, а действительно творить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя картина называется «Подсолухи». Она эту картину нарисовала в технике импельсионизм. Моя бабушка в молодости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, вы выступали когда-нибудь на телевидении? Да. Хочется, ну, поснимать что-то самому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы рисовали туканов. Люфт вначале был в виде треугольника, немножечко опущенного. Сначала это трудно. У меня не получается, я не умею рисовать. Существуют просто тысячи, миллионы художников, которые мечтают писать так же, как они, как дети. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я люблю рисовать кошек, собак и кройков. Дети любят рисовать котиков. И все. И вы смотрите «Бьюти тайм». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О пользе творчества можно говорить много. Сегодня о том, что создавать картины могут даже те, кто в последний раз писал красками в школьном возрасте. Съемочная группа «Бьюти тайм» участвовала в удивительном эксперименте, о котором мы вам сейчас и расскажем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу пригласить вас на мастер-класс «Моя планета». Это синтез живописи и астрологии. Мы будем писать картину и вкладывать в нее правильные установки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Часто я сталкивалась с фразой «Лер, ну ты понимаешь, я-то вообще не умею». Говорю, да я понимаю. Да нет, ты не понимаешь, я вот вообще вообще не умею. Говорю, да я понимаю. Да нет, ты не понимаешь, я вообще в садике последний раз кисточку держала. И таких на самом деле большинство. Но радует сегодня то, что люди идут вот навстречу каким-то даже своим супер страшным вещам. Это действительно реально страшно. Попробовать себя там, где ты думаешь, что ты вообще ноль полный. Когда действительно находишь какую-то такую родственную душу, близкую тебе, попадаешь в это состояние потока, рождаются какие-то крутые действительно проекты и идеи. Основная задача моя, как художника, дать людям вот этот вот инструмент, чтобы они научились действительно кайфовать и наслаждаться любым процессом. На сегодняшнем мастер-классе живописным и уже в жизнь унести это умение с собой и наслаждаться и любить все, к чему они прикасаются, и прикасаться к тому, что они любят. И наша задача максимально гармонично помочь человеку в развитии его, в будущем. Для того, чтобы он реализовал, ну и как это модно говорить, проживал лучшую версию себя. Соответственно, творчество – это тот процесс, который работает напрямую не с нашим сознанием, а с более глубинными слоями. Каждый творец. И, к сожалению, нам в школе об этом просто не рассказали, не показали алгоритм действий. А каждый из тех, кто ко мне приходил за последние 6 лет, он может создавать вообще очень крутые и академические вещи в том числе. Стоит ему получить набор правил, как пользоваться краской, как видеть формы. Это легко дано каждому человеку. И процесс совершенно реальный для каждого. Когда мы подключаем творческий процесс, мы уже погружаемся на более глубинные слои. А когда мы еще, допустим, берем данные человека, смотрим его слабые места, в частности, здесь мы смотрим бессознательные установки, которые заложены в карте человека. Они могут быть связаны с деньгами, они могут быть связаны с отношениями. То есть это абсолютно у всех разных. Когда мы закладываем, мы перепрошиваем вот эту бессознательную установку, мы закладываем ее в картину, мы создаем своими руками артефакт. То есть очень мощный по своей энергии, по своей силе такая вещь, да, которая будет служить таким и символом начала чего-то нового, да. То есть мы закладываем нужные установки, мы меняем и переписываем программу. Работаем сегодня в стиле абстракция. Я завожу людей в маленькую игру с кисточками, с красками, с этим всем антуражем. И моя задача создать действительно комфортную атмосферу для того, чтобы мы не боялись самовыражаться. И когда вот это вот случается, этот поток, когда мы еще друг друга здесь усиливаем, действительно получается крутая история. И она получается очень ценной с точки зрения живописи, да, ну абстрактной живописи в нашем сегодняшнем случае. У нас очень много установок, которые мы взяли как в сознательном, так и в бессознательном возрасте. Очень часто бывают успешные люди, которые интуитивно чувствуют свою натальную карту, да. То есть они действительно как-то попадают в вот это состояние потока. Очень многие, допустим, имеют финансовое счастье, да, там изобилие, но не имеют какого-то личного счастья. Многие имеют личную жизнь, но это не равно личное счастье, да. То есть здесь очень много таких нюансов. Зависит, конечно, и от того, насколько человеку заложен, и очень многое зависит от осознанности человека, да. То есть от выбора в моменте, от того, что ты сейчас выберешь сказать, подумать, сделать, от этого полностью формируется твое будущее. Я бы даже сказала, еще какое-то время назад люди к этому скептически относились, не то, что к развлечениям. Но тут вообще хочется немножечко обратиться к поколениям наших бабушек. И в их времена люди были нацелены на выживание. Наши родители, они пытались вылезти вот из этой системы и просто что-то попытаться дать, создать какое-то, хоть какое-то изобилие, да, финансовое благополучие для своих детей, для себя. Наше поколение — это эра Водолея, да, и мы имеем возможность прийти не только к тому, чтобы выживать и обеспечивать себя, но и к тому, чтобы наслаждаться жизнью всецело. Я радуюсь от того, что очень много людей нацелены на саморазвитие, самопознание. И не только какими-то привычными для нас путями, да, и вариантами, но и работой с бессознательным. Это очень важно, и это действительно крутой рабочий процесс, который лично меня выводит на новые уровни жизни. Очень хорошо работать, когда человек готов к тому, чтобы работать. Он говорит, мне мешает, допустим, что-то жить, не могу понять что, потому что мы же все сознанием это понимаем, да, а очень многое мы на уровне подсознания, бессознательного, связываемся с какими-то людьми, да, вступаем в отношения ненужные нам бы казалось. То есть иногда многие винят там родителей правительства. То есть тем самым опять же снимает себе ответственность. Но к определенному возрасту очень многие люди приходят и понимают, что ответственность на мне, а дальше что с этим делать, я не знаю, да. То есть вот здесь начинается самая интересная работа. Это на самом деле очень мощная трансформация человеческого пути. Ведь мы действительно очень сильно обусловлены и генетическими, историческими установками, да, вот это коллективное, бессознательное очень сильно на сегодня на нас влияет. Очень хочется сегодня убрать бесконечное количество голосов из каждого участника нашего процесса и позволить людям чувствовать свое сердце и идти за своими эмоциями, чувствами и становиться все ближе и ближе к себе. Для того, чтобы твоя жизнь начала меняться, нужно начинать делать что-то новое. То есть не то, что ты делал вчера. Есть даже практики привычек, да, когда ты вводишь новые привычки, три, на разных уровнях, там на физике, там на пищевом уровне, и у тебя начинают уже новые паттерны складываться твоего поведения, новые события. Соответственно, событийность меняется, исходя из того, что ты делаешь сейчас. В сегодняшнем мастер-классе, наверное, чуть больше уже за рамками искусства. Но и я не перестаю вообще повторять любимейшую фразу Пабло Пикассо, который говорил, мне потребовалось 4 года, чтобы научиться писать, как Рафаэль, и вся жизнь, чтобы научиться писать, как ребенок. Лера говорит очень правильные слова, да, почувствуйте, да, что вам откликается. То есть это действительно по энергии очень мощное. Вот это прям мне очень нравится слово «артефакт», который мы создаем своими руками. Но это будет толчок, да, то есть кто-то что-то услышит. Плюс, допустим, люди, которые пишут картины, они приходят, я им объясняю, почему эта планета, почему, как ее прорабатывать, как она мешает. То есть они получают там ответы на свои вопросы, и вот это уже начинается. С этого можно, так скажем, начать какой-то новый отчет. И изучая историю искусства и великих творцов, таких как Сальвадор Дали, Рене Магрид, вы тоже сможете увидеть, что все эти люди действительно так или иначе обращались к эзотерике. А рано или поздно это приходило к психологии, к сознательному и бессознательному. И вообще, наверное, все великие творцы, не только живописцы, они были слегка предсказателями. Их картины и произведения искусства действительно влияют до сих пор на массы. Примены приходят в жизнь человека тогда, когда он к этому готов. И если человек готов, у него начинает и поступать информация. Когда человек решает работать над собой, изменить свою жизнь, конечно, здесь очень здорово обратиться к любому специалисту. Это может быть астролог, это может быть нумеролог, кому что откликается. То есть я здесь тоже всегда оставляю такое поле для выбора, чтобы это был именно такой отклик, получил конкретный специалист. Какими бы ни были объяснения наших успехов или неудач, какой бы теории ни придерживался каждый из нас, быть причастным к творчеству – это всегда положительный опыт. А время, проведенное в компании людей, которые стремятся улучшать себя и свою жизнь, создавая красоту, по праву может считаться счастливым. Работаю уже больше 30 лет в одном детском саду. Это муниципальный садик, он не частный. Но мне здесь все нравится. Как-то скроете это все? Я даже очень эмоциональная. Я всю любовь вложила туда. Что такое молодость? На утренниках папа, знаете, больше, чем мама иногда. Если каждый человек что-то сделает, здесь будет рай. У тебя еще и детей 300. Доченька, много разговариваю с детьми. Все-таки мы педагоги. Традиции. У нас в семье всегда есть традиции. Дошкольный ребенок – это же… Он же безобидный, он же беззлобный, он же чистый, искренний. Прекрасная сейчас жизнь. Все проблемы надо решать сегодня и сейчас. Не откладывайте нас завтра. И поскольку у нас выпуск сегодня связанный с искусством, предлагаю переключиться на творчество литературное. Сегодня в гостях Beauty Time, популярная поэтесса, красивая и талантливая Соломонова. Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди. Сереж, я строгая руководитель этого всего. И зрители такие, да, 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 это про меня. Ну, мучаю знакомых, да, мучаю своих друзей. Сейчас вся моя команда, короче, такая, о господи, опять. Ну вот сегодня вот кто-то что-то выкрикивал. Мужчина очень возбудился, хотел познакомиться. Когда зрители смеются, мне очень нравится. Сациви, пхали, сыр коса, трех разных видов колбаса, трех разных видов соуса и пива козел. Ну, ты маю, ядрен батон, все отработаю потом. Хотя с набитым животом в лежачей позе. Сережа как-то сказал, у нас был сборный концерт, пришли артисты, все такие, а, у, а, ну нормально. А мы приехали за три часа. Мы приехали за несколько часов. Да, и репетировали. Типа, давай это вот порепетируем. А вот, а еще то, что не читаю, все равно порепетировали. А это тоже порепетировали. О, вот это оставим, а вот это вот в следующий раз. Ну вот мы любим репетировать. Любая реакция зала – это опыт. Иногда зал бывает лирический, иногда бывает саркастический. В Челябинске всегда саркастический зал. Они с удовольствием смеются. И поэтому даже лирику я читала так довольно весело. Они даже на лирике смеялись, не только на сарказме. А иногда бывает все сидят и тихо, спокойно слушают, внимательно. Тогда можно почитать какие-нибудь такие длинные стихи, типа сторителлинг, когда люди хотят просто сидеть и слушать, например. Зависит от города на самом деле. Москва с душою, и дачу ее заголишь. Все советуют, не заболей. Не хватает души в беспокойстве, я лишь заболей, заболей, заболей. Они были в восторге, но я не знаю, как-то вот так вот переключило их, и раз какой-то пошел восторг. И они прям на каждую реагировали, а там же все равно настроение. Потому что темы были близкие, потому что были близкие темы. Я стараюсь подбирать подборку стихов так, чтобы для каждого зрителя была близкая тема. Потому что есть мамочки, да, им, они говорят, вот лучше было про детей. А кто-то скажет, что лучше было про замуж. А кто-то скажет, ну еще что-то. Нет двух одинаковых зрителей. И поэтому я стараюсь, так как я пишу на разные темы, я делаю такую подборку, чтобы каждому зрителю было стихотворение. А бывает вот от толпы, да, ну от зрителей, от читателей, когда вот больно, или уже, ну, есть иммунитет, что может вот прям вот как-то раздосадовать? Или это такой вопрос настроения, когда сегодня одно больно, завтра, да, пофиг. Ну, это же опыт. Это опыт. Зритель бывает разный, бывает зритель интеллигентный, бывает зритель хамский. У нас большой опыт еще кабаков. Нам нравится в кабаках выступать. Когда люди сидят, вообще пьют и едят. И это такой опыт, после которого уже ничего не страшно. То есть после кабака выступить в зале большом, это намного проще. Потому что человек пришел в кабак для того, чтобы расслабиться. Он пришел не для того, чтобы узнать что-то о современном искусстве, в каком бы жанре оно ни было. Он пришел как бы весело провести время. И там уже, ну, вот там сложнее, потому что ты должен регулировать настроение зрителя. Если ты ему прочитал первое отделение очень смешанных стихов, и там все смеялись, то потом начнется лирика. Нужно сказать, а давайте теперь послушаем лирику. Все такие, ну давайте. И послушали лирику. Но ее должно быть именно столько, сколько вот человек в кабаке может послушать лирики. Однажды мы встретимся где-нибудь на вечеринке, и мне будет 30, а вам посчитайте сами. Вы будете с юной и очень худой блондинкой, а я с седоватым мужчиной с подстриженными усами. То есть моя фишка – это новые темы. Это новые темы. То, о чем еще никто не написал. Инновации связаны в моем случае с интернетом, так как интернет, он порождает большое количество новых отношений между людьми. И интернет очень много значит. И вот как меняется мир женщины с приходом интернета, инновацией. Появились сторис, да. И это только кажется, что вроде появились сторис, и это какая-то техническая история. А кто-то уже своим выкладывает сторис специально, чтобы их любимый посмотрел. Кто-то пытается своих бывших задеть. Кто-то пытается, не знаю, карьеру построить. И то, как проявляется жизнь человеческого духа через инновации, это одна из моих любимых тем. Лучше глупость взболтнуть о хоккее, чем, валяясь в обнимку взболтнуть, что вот эту кровать из Икеи собрала за 15 минут. То есть ты говоришь о какой-то вещи очень острой, очень волнующей. И зритель такие, да, 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 это про меня, это про меня. А когда зритель, он чувствует, ну, как бы он сопереживает тебе, и вы с ним как будто бы братья-друзья. Конечно, он хочет ближе познакомиться, выразить свою реакцию. Когда зритель смеется, мне очень нравится. В человеческой жизни у нас не появляется новых чувств, не появляется новых желаний. Понимаете, в чем дело? Они все те же самые. Меняются только предлагаемые обстоятельства. И писать о вечных проблемах в новых предлагаемых обстоятельствах. Это вот моя любимая история. Ведь я, подражая ее на Джульетте, теряю сознание от мурашек и переживаю безумный кураж, когда мы с вами вдвоем. И если вы все-таки мне ответите и скажете, что просто долго болели, то я непременно надену колье и поеду к вам на район. Футболка. Футболка – предмет гардеробы вне возраста и вне сезона. По популярности с ними могут сравниться разве что джинсы, но и те, скорее всего, в этой борьбе займут лишь второе место. Сегодня говорим о футболках актуальных, современных, ультрамодных. И они, кстати, тоже связаны с искусством. Итак, футболка. Последние десятилетия этот предмет живет в гардеробах миллионов, не обращая никакого внимания на модные тренды. В футболке люди занимаются спортом, ходят на работу, на свидания и просто ходят по дому, иногда надевают на праздники и деловые встречи. Но дизайнеры одежды не назывались бы дизайнерами, если б не могли придумать, как из практичной вещи сделать продукт моды. Или, как в нынешнем сезоне, арт-объект. Рассказывает художник-модельер модного дома «Я» Татьяна Мулякова. Сейчас футболка – это именно как раз отражение того, что вы из себя представляете. Или вы любите путешествовать, и у вас какие-то логотипы на футболке мировых столиц, например. Или, может быть, вы любите животных, и как раз это привели нам Гуччи в прошлом сезоне, когда они использовали кошечек в разной степени хищности в виде принта на своих футболках. Или, может быть, вы любитель искусства. Какого? Это отражает вашу, как сказать, ваш интеллект, вашу нагруженность, то, о чем вы думаете, то, за что вы болеете. Я думаю, это как раз то, что вы хотите сказать о себе. Может быть, у вас есть какие-то политические предпочтения, вы себе сделаете портрет Хиллари Клинтона, как у Майерка Джейкобса, ну, например. Сегодня мы можем взять любую базовую однотонную футболку. Ну, конечно, желательно, чтобы она была оверсайз, а не облегающая. Напечатать рисунок. Это можно сейчас сделать в любой типографии абсолютно, на ткань, а потом настрочить сверху, выбрать понравившийся вам сюжет. Или, возможно, вы возьмете какую-то декоративную ткань и ее таким же образом наложите и настрочите. Или, может быть, есть уже готовая какая-то аппликация, но вы ее украсили стразами, камнями. Вот здесь вот почему бы, допустим, не добавить немного жемчуга или камней в оправе, чтобы усилить эффект присутствия в этой картине. Опять же, почему популярна именно печать на футболках? Зачастую мы не можем найти то, что нам хочется в магазине, и то, о чем мы хотели бы донести, рассказать то, что нас наполняет. И, конечно, мы выбираем нужную картинку, идем с ней в типографию и распечатываем то, что именно нам хочется сегодня. Интересные принты в стиле рококо или барокко, сюжеты. А может быть, вы возьмете самую дорогую картину, проданную на аукционе, и все будут думать, а что же это за картина? Сколько она стоит? Вот, ну и опять же, вникнуть в историю искусства всегда интересно. И к тому же, это нескончаемый источник вдохновения для нас. Популярные очень сейчас сюжеты, японские, особенно среди наших детей. Вот, а они, понятно, наше будущее. Причем это может быть классическая японская живопись или мультяшное аниме. Если вы хотите омолодить, освежить свой гардероб, то, конечно, надевайте футболку именно с таким принтом. Выбирая репродукцию, которую вы хотите нанести на футболку, я бы советовала выбрать не общеизвестного или часто используемого художника, например, Ван Гог, Эдвард Мунг, там, Микеланджело, Сальвадор Дали, а выбрать что-то более сложное, например, не Климта, а, допустим, эскизы Багста к театральным сценам. Допустим, не Леонардо, а Брюллов. У него очень много красивых живописных моментов, которые вы можете тоже напечатать. Или, например, мне очень нравятся гравюры Альбрехта Дюрера. Оказывается, есть помимо животрепещущих тем, у него есть носороги, всевозможные животные, которые будут очень красиво и графично смотреться на однотонной футболке. Мы тоже как дизайнеры решили не проходить мимо этой тенденции и стали выпускать именно футболки оверсайз разных цветов, увлеклись печатью. Каждый из нас выбрал то, что ему нравится, то, что близко. И такие футболки оказались востребованы, чему мы очень рады. какой-то жаккардовый жакет с росписью, с вышивкой, какие-то кашемировые брюки, то, конечно, сразу будет понятно, что вы не какой-то там прохожий, а именно человек, который увлекается модой и посвящает себя ей. Футболка оказалась очень универсальной вещью в гардеробе и она создает разные образы, конечно, в сочетании с разными аксессуарами и не нужно зашуривать себя какими-то рамками. Все безгранично, все в ваших руках и если вы хотите сделать свой образ более динамичным, то оденьте футболку, например, с классическим пиджаком, джинсами и лодочками и вы вполне можете в таком образе отправиться на работу или по делам. А если вы, допустим, оставив футболку, снимите пиджак, но оденете бархатный или шелковые брюки уже с лодочками, добавив какие-то утонченные аксессуары, то как раз получится вечерний образ. Как показывает практика, изначально причисленная к стилю casual, футболка сочетается, если не совсем, то много с чем. Отлично вписывается даже в коктейльный и деловой дресс-код. А принты и аппликации превращают этот стандартный предмет гардероба в эксклюзивную вещь. Главное помнить, что выглядеть актуально сегодня можно в модели Oversize. Свободные футболки на размер полтора больше вашего. Мы всегда на связи на нашем YouTube-канале Beauty Time TV, а также в Instagram и ВКонтакте. Всегда рады, когда поддерживаете нас со своими лайками и комментариями. На этом выпуск завершен. До встречи на 31-м. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Отелье Модный дом Я. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»